Всем привет! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня мы, как обычно, расскажем вам о самых ярких и интересных событиях культурной жизни нашего города. Очень часто в нашей программе мы говорим о различных видах искусства. И действительно, каждый вид искусства прекрасен по-своему. Вот, например, фотография. Она дает возможность людям прикоснуться к тому, чего они, может быть, никогда не увидят. Ну, а музыка помогает нам расслабиться, ну, задуматься о чем-то приятном, хорошем. Интересно, а что получится, если соединить эти два вида искусств? А получится фото-выставка под названием «Три четверти», на которой сегодня каждый рязанец может насловиться слиянием музыки и фотографии. В Рязанском художественном музее сегодня собрались не только любители искусства в общем и фотоискусства в частности, но и ценители музыки. Ведь первыми, кто встречает посетителей музея, оказываются именно музыканты, запечатленные фотографом Андреем Павлушиным во время их выступлений. Или наоборот, в короткие моменты отдыха во время антракта. Так и получилось, что в этой выставке под названием «Три четверти» воедино слились фотографии и музыка. «Три четверти», потому что сама в этом году 75-летие филармонии. И три четверти, то есть три четверти века, три четверти музыкальный размер, это размер вальса. И выставка, часть, это не часть выставки, а варианты этой выставки, он висел в марте на юбилей филармонии, он висел в здании филармонии. Но показать всю коллекцию ее практически невозможно, потому что вот здесь висит 40 работ, филармония показывала 50 или 60 работ, а сама коллекция там больше 170 работ, там 200 работ. То есть каждый раз можно показывать достаточно такие разнообразные выставки, варианты выставки. Но тем, кто присутствовал на презентации этой выставки, выпала удивительная возможность увидеть все имеющиеся работы, которые Андрей Павлушин продемонстрировал в режиме слайд-шоу. А музыканты, можно сказать, герои этих фотографий, сопровождали показ бессмертными произведениями великих композиторов. Был сюда приглашен и сам маэстро, дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей Осилков, который давал небольшие пояснения к работам. Но автор выставки рассказал о некоторых правилах съемки на концертах. В данном случае всегда, когда снимаешь музыку, то нельзя нарушать музыку. То есть концерт проходит не для тебя, а он проходит для людей. Нельзя людям мешать. Поэтому есть шубы, разные приспособления. И, соответственно, когда пьяный, там лучше не снимать, чтобы не крохотать на вязал. И когда форт, там уже можно отвезти душу. На фотографиях Андрея Павлушина можно увидеть и рязанских оркестрантов, и мировых знаменитостей, посетивших наш город. В их числе Николай Луганский, Денис Мацуев, Алена Баева. Какие-то работы представлены в черно-белом варианте, другие в цвете. Выбор того или иного цветового решения делался автором не случайно. В цвете только те фотографии, где цвет работает как художественный прием. То есть он помогает в раскрытии образа. Допустим, есть тут луганство. Черно-белые фотографии, вернее, пол-черно-белые и золотой пианино. Внутру пианино, оно золотое. Это как-то добавляет смысла. Эти фотографии снимались на протяжении нескольких лет, и все вместе представляют собой своеобразную летопись Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Так что любителям музыки и фотографии эта экспозиция, несомненно, будет интересна. Мы привыкли к тому, что выставки чаще всего представляют нам какую-то историю. Историю костюма или историю города. Или историю книг. А вот об истории банковского дела до недавних пор никто не рассказывал. Такие раритетные экземпляры сегодня уже нигде не увидишь. Аппарат для подсчета денег и распознания их подлинности, электронный калькулятор 80-х годов, матричный принтер. Даже дискеты кажутся пришельцами из прошлого. Сегодня все это сменилось более удобной и компактной техникой и аппаратурой. И тем не менее, это часть нашего прошлого, которая наглядно может рассказать о банковском деле в Рязани. Который берет свое начало еще в 19 веке. Это известно нам из истории и благодаря газетным публикациям, дошедшим до нашего времени. Здесь есть очень интересная газетная публикация 1927 года. Из газеты «Рабочек лично» про Сибухиена. То есть оно и сейчас расположено рядом с Рязани, с районом Дяилева. Там представитель сельсовета собрал деньги на ремонт пожарного сараи. И пока строительство началось, решил эти деньги поберечь. Положил их в сундук. Через некоторое время выяснил, что их там изгрызли мышью. Когда он попытался их поменять, то, что от них осталось, ему сказали, а сберегать на икассу на что? Все экспонаты, представленные на выставке, являются подлинными. А некоторые даже еще могли бы поработать, если бы возникла надобность. Вот только деньги, представленные здесь в качестве экспонатов, в оборот уже не пустишь. На выставке представлены экспонаты, которые являются подлинными, скажем так. Допустим, здесь подлинные деньги разных эпох. Деньги Российской империи, это революционные. Деньги временного правительства. Те самые, которые выпускались потом уже в связи с инфляцией в рулонах. То есть можно было отрезать себе столько, сколько можно. Здесь есть деньги советской эпохи, причем разные, как те червонцы, которые платили профессору Преображенскому и собачьего сердца, так и уже более поздние рубли. И есть деньги, вот эти знакомые нашим мамам и папам, деньги после реформы 1961 года. В общем и целом эта выставка посвящена банковскому делу и банковским работникам. Но взглянуть на ее экспонаты наверняка будет интересно и тем, кто не имеет отношения к этой сфере. Библиотека имени Горького в последнее время не перестает удивлять нас необычным форматом своих мероприятий. Только за этот сезон мы успели побывать на чтениях с Карлсоном на крыше и услышали, что такое страсти по шоколаду. Но на сей раз нас пригласили на очень необычный юбилей. Юбилей книги. Мы с вами часто говорим о самых разных праздниках и торжествах. Но вот на день рождения книги наша съемочная группа попала впервые. Сам повод, надо сказать, показался нам волшебным. А вот когда выяснилось, что юбилей празднует сборник сказок «Розовая страна», все стало понятно. Вот мои оградки на двоих загадках. Первая – подснежник прорезан. Вторая – пенек дает жизнь обятку. И третья – крепко держится за ветку лесом. Лидия Терехина выпустила этот сборник в 2008 году. И тогда дорожка рязанской поэтессы вдруг повернула в другую сторону – в сторону прозы. Книга написалась абсолютно, можно сказать, за неделю, в день по сказке. Вот было такое вдохновение, что хотелось писать, писать и писать. И за неделю было написано 8 сказок и 30 загадок поэтических, которые вошли в этот сборник. С тех пор прошло много времени. Лидия Терехина – автор «Розовой страны». Стала участницей множества профессиональных конкурсов. Написала еще не одну сказку. На волшебный мир «Розовой страны», который окружает всех нас без исключения, но виден и доступен чаще всего только детям, до сих пор остается самым любимым для писательницы. После этой книги была написана серьезная повесть, но самая дорогая книга, конечно, «Розовая страна». Потому что детство, воспоминания детства до сих пор как бы меня не отпускают. Я люблю очень детей и хотелось бы жизни детей сделать счастливой. И поэтому любое мероприятие для детей для меня – праздник. Где, как ни в библиотеке, праздновать день рождения книги? Чтобы поздравить сборник сказок с праздником, сюда собрались школьники и приготовили самые разные подарки. Прочитали стихи, поставили одну из сказок из «Розовой страны» и спели песни. Нашей съемочной группе остается пожелать сказкам долгих-долгих лет и много злых читателей. Наверное, каждому из нас знакома повседневная суета, из которой так сложно бывает вырваться. А иногда для этого нужно просто прийти в хорошее место и послушать хорошую музыку. И такая возможность была у рязанцев в одном из кафе, где, несмотря на промозглую ноябрьскую погоду, было тепло и светло благодаря волшебным звукам гитары. Программа «Гитарные формы», по словам ее создателя, возникла сама собой. На протяжении многих лет Алексей Кузнецов пытался ее развивать, и вот результат, оценить который довелось и рязанским любителям непростой музыки. Прежде всего я должен сказать о проекте, который называется «Гитарные формы». Я его задумал, я его исполняю, и хочу, чтобы он до конца года был, и в следующем году обязательно, потому что год культуры уже подходит к концу, но мне хочется, чтобы это было продолжалось дальше. Я думаю, что так и будет. Программа сегодня новая, и по сравнению со старой здесь и джазовая классика есть, и оригинальные произведения. Так что, в общем, выбор богатый. И ритмов, и гармонии, и мелодии. Мелодия, будто вовсе лишенная печали, непонятным образом проявляет улыбки на самых задумчивых и кмурых лицах слушателей. Волшебное полотно музыки легко и текуче разливается, заполняя воздух, наполняя атмосферу чем-то волшебным. Интеллигентность самого Алексея Кузнецова добавляет эффект, будто нет больше ни проблем, ни серых будней, и только этот зал с прекрасной музыкой. Отсутствие духовых и ударных придавали музыке ту невесомость, в которой неожиданно оказывается каждый из присутствующих. У меня папа гитаристом был. В свое время играл в госджазе. А госджаз СССР – это оркестр, который играл в джаз. Так и назывался – госджаз СССР. Поэтому ко мне пришло все вместе – и джаз, и гитара. Просто передали мне гитару, сказали, играйте в джаз. Я стал играть в джаз. Конечно, это было не с шести лет, безусловно, тогда, когда я мог уже играть. Лет с тринадцати там. Алексей Кузнецов участвовал в записи музыки к фильмам «17 мгновений весны», «Мимино», «Жестокий романс», «Гардемарины вперед». За плечами музыканта участие в бесконечном множестве международных джазовых и блюзовых фестивалей и сотрудничество со многими знаменитыми музыкантами. Страшно представить – он не расстается со своим инструментом вот уже почти 60 лет. Сейчас Алексей Алексеевич по-прежнему много гастролирует, выступает в различных составах, записывается в студии и выпускает новые пластинки, задумывает новые интересные проекты. И вообще я как-то настроен на гитары, да, и мне кажется, что можно сделать, например, в следующем году такой, ну, как бы, тур по некоторым городам, вот, и собрать гитаристов в группы, как я собираю, можно по несколько, по пять, по шесть человек, неважно. Но все на это интересно, так сказать, ансамбль гитар, которые играют в джаз. Ну, такой нечасто встретишь. Сейчас гитара в основном другую музыку все-таки играет, а здесь гитаристы джазовые будут. Вот это основное, что мне хотелось бы сделать. На этот раз компанию народному артисту России составили Станислав Глушенков, Рязань, и Игорь Захаров, Воскресенск. Ритм секции состоял из одного контрабаса в руках Константина Панкратова. В разных городах с ним на сцену выходят разные гитаристы и творят музыку удивительно чистую, легкую, воздушную и прозрачную. Ни один концерт не похож на другой, но все их объединяет высочайший профессионализм и неподражаемое звучание гитары большого мастера. Эта музыка преображает все вокруг и настраивает каждого зрителя на гармонию с внутренним и внешним миром, делает чувства тоньше и добрее. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, и на этой музыкальной ноте наша программа подходит к концу. Мы желаем вам побольше таких теплых музыкальных вечеров. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok